Какова она, формула успеха рабочего коллектива? Коллектива, ставящего свои автомобили только на парковку и переходящего дорогу только по пешеходному переходу. Коллектива с улыбкой, приходящего на работу, с улыбкой, уходящего с работы, получающего достойную заработную плату. И это мы говорим о коллективе ОАО ММК. И если кого-то передернуло, то это значит, вы ошиблись в выводах. Мы говорим о коллективе открытого акционерного общества Магнитогорский молочный комбинат с здоровым шагом, идущим к своему 80-летнему юбилею. О том, что шаг действительно здоров, мы смогли убедиться на этих веселых соревнованиях, проведенных в легкоатлетическом манеже. Идею эту я вынашивала давно. Просто хочется, чтобы люди чаще встречались в неформальной обстановке. Это сплачивает коллектив. Потому что в последнее время жизнь наша сводится только к тому, что люди находятся на работе и дома. И настроение, конечно, не очень хорошее. А когда мы пообщаемся вот в такой обстановке, спортивной, веселой, то я думаю, что от этого будет только плюс нашему коллективу, но и каждому в частности один. И это было в действительности общение, потому что ни о какой профессиональной спортивной составляющей речи не велось. И действий не делалось. Победить и даже спортсмену было сложно. Да потому что спортсмен не умеет ездить на велоавтомобиле, спортсмен не умеет бегать в костюме с суммой или в метровых красотках. Спортсмен не сможет синхронно с тремя спортсменами в одних штанах пробежать 30 метров. Да и много чего другого спортсмен не сможет. А смогли работники Магнитогорского молочного комбината. Смогли не одни, а смогли вместе со своими детьми. Хорошо дети реагируют. Здесь даже такие предложения. Постройте уже садик на молочном заводе. Так как детей очень много. Очень много детей. У нас коллектив молодой на молочном заводе. Поэтому дети тоже весело проводят время. А где есть дети, есть желание жить. Да какие дети! Дети, выросшие в буквальном смысле на продукции Магнитогорского молочного комбината. Потому что они все на 100% питаются тем, что с любовью готовят папа и мама. И поэтому шкет, которому еще и трех лет не исполнилось, рысачат наравне с 10-летним. И поэтому бегают и носятся они как заводные. Да потому что заряжены они жизнью. Благодаря 100% натуральному вкусу первого продукта. Я болею за детей, так как у меня 2 внучки и внук выступает здесь. В соревнованиях, так сказать. Ну, в общем-то, и за основную команду тоже болею. Коллектив вышел большой. Все активно участвуют. Поэтому, в общем-то, я болею за весь коллектив нашего Магнитогорского молочного комбината. Вы понимаете, о чем? Да о преемственности речь идет. Не в рабство люди ходят, а целенаправленно. Куда пошел теперь уже дед, туда дочь и сын. Да я думаю, и внук. Видя таких здоровых родителей, продолжат традицию молочника. Да потому что молоко – это вечная ценность, без которой не жить. А когда работа доставляет удовольствие, то почему бы и нет? Мне радостно смотреть на людей, что я смогла хотя бы на какое-то время поднять... Учебное настроение. И радостно в всех глазах я вижу, да? Это замечательно. Для этого результатом мы и добивались, в принципе. Спасибо.